Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите новый выпуск программы «Один из нас». Сегодня хотелось бы затронуть тему современного танца, хореографии и перформансов. И наши сегодняшние герои – хореограф-постановщик Ольга Дулукаева. Добрый день. Добрый день. И Артур Хабиров. Наши телезрители прекрасно его знают, как искрометного ведущего программы «Танцуй! Танцор» и основатель комплекса «Танцуй, не комплексуй», в котором мы, собственно говоря, сейчас находимся. Привет, привет, Серег. Ольга Дулукаева. Хореограф-постановщик, руководитель мастерской «Между танцем». Хореограф-опера «Орлеанская дева» в постановке Филиппа Розенкова. Автор и хореограф перформанса «Башня». Артур Хабиров. Автор и ведущий программы «Танцуй». Танцор-преподаватель, создатель центра «Танцуй, не комплексуй». Обозначим то, что у нас не просто так срост вас, как хореографов и танцоров. Мы в один момент поговорим о ярком перформансе под названием «Башня», который вы совместно создали этим летом. И при этом хотелось бы, в принципе, поговорить о современной хореографии и о ваших разных, в разное время творческих путях и взглядах, в принципе, на творчество, на этот вид искусства и самовыражения. Вот, в принципе, такой небольшой план. Для начала, в каких стилях вы работаете? Кто будет отвечать? Ну, ты, конечно. Ну, если говорить обо мне, то преимущественно, само собой, вся база, вся основа – это у меня с уличных субкультур, со стиля брейкинг, брейк-данс. То есть это основа, которая дала мне, в принципе, понимание свободы. Но со временем могу сказать так, что почему-то захотелось двигаться чуть посвободнее, не быть в рамках одного стиля. И просто, когда у меня спрашивают, ну, как ты любишь двигаться, какой стиль ты танцуешь, ну, просто я отношусь к танцу как к свободному стилю, без рамок, без границ. Но, само собой, благодарен именно культуре брейкинга за вот это понимание мыслить свободно и вносить что-то свое в субкультуру. Ну, то есть это некий базис для тебя культурный, из которого ты уже смог экспериментировать и дальше что-то продолжать делать. Ольга, а у тебя? Ну, у меня, как это, пути к Господне неисповедимы. Очень сложно все было, потому что, в принципе, изначально я как бы занималась музыкой очень серьезно и долго. Ну, как это говорят, профессионально. То есть я теоретик. А потом как-то так спецфоно и история теории музыки «Основная мая». То есть причем это было длительно, и меня это очень увлекало. И интересно, что потом в танцах я стала со своими бывшими учениками, которые уже сами стали, не знаю, там, композиторами, пианистами. Мы стали пересекаться на каких-то проектах. Если говорить о стилевом направлении, то это танцевальная импровизация, это contemporary dance, это modern. Терн и любые формы, которые помогают нам формировать так называемое «умное тело». А что означает термин «умное тело»? Тело, которое в движении не противоречит каким-то, в общем-то, основным законам биомеханики. То есть, в принципе, возникновение современного танца, да, это как бы на таком, опять-таки, историческом сломе происходило. Ну, рубеж 19-20 века, и вот с 20-го века понеслось. Что происходило? Отказ от стандартной классической сценической площадки, площадки академического театра, как на сегодняшний день, да, отказ от рампы, зрителей здесь, исполнителей здесь, от фронтального исполнения того, что ты хочешь зрителю показать. Эксперименты со светом, эксперименты с электричеством начались. Отказ от академического костюма вообще. Ну, про Сидору Дункан уже, кто только не говорил, босоногая, да, танцовщица. Дальше, отказ от музыки. То есть, когда танец не с музыкой вместе, да, музыки вообще нет. И как бы получается, что мы, как зрители, считываем ритм вот этих движений коротких, длинных, пушистых, лохматых, гладких, да, то есть воздействие иное как бы, да. Потом так называемый перформативный танец, который, ну, это очень интересная штука. На мой взгляд, в Уфе недостаточно развился. Вот в Санкт-Петербург, конечно, бьет рекорды по этой истории перформативного танца, когда заявляется пластический спектакль, но вот мы смотрим, и во всем пластическом спектакле нет пяти движений так называемых танцевальных, да, но при этом присутствуют какие-то другие истории, которые выстраивают концепцию, то, что хотели ребята сказать, то, что хотели сказать авторы. Как по спирали, как в ДНК, да, постоянно, получается, повторяем какие-то моменты. Каждый раз заново создаем новый русский футуризм, как говорится. Ну, это очень интересно. Если по спирали еще не на круг, а на полкруга вернуться назад, какие у вас первые воспоминания вообще связаны с танцем, а с собой в танце, Артур, у тебя? Ну, если вспоминать, то, конечно, у нас очень сильно вдохновил на танцы телевидение. То есть раньше были такие передачи, на самом деле, к сожалению, сейчас очень мало на федеральном телевидении передач для детей, для подростков, молодежи, которые пропагандировали и которые вдохновляют людей на творчество, искусство, какой-то активный образ жизни. То есть раньше была передача «До 16 и старше», то есть эту историю я много раз всем рассказывал. Показывали уроки брейк-данса, очень сильно развивалась кип-хоп-культура. Ребята во дворе ходили, рисовали баллончиками, как вот на этой сцене граффити. Были диджеи, которые пытались что-то повторить, эмси, которые читали рэп, учились, пробовали. Ну и ребята, которые что-то пробовали на картоне, на ДВП. Вот мы все вдохновились, увидели, начали пробовать во дворе. Чтобы заниматься таким танцем, мне нужно чего-то сверхъестественного. То есть ты можешь танцевать как без кроссовок, да, ну, соответственно, само собой, преимущественно ты танцуешь в кроссовках-кедах, чтобы не отбить себе где-нибудь там очень сильно стопу, да. Вот любые штаны спортивные, футболка. И самое главное, чтобы играла музыка. То есть если говорить о современном танце, опять же, это очень прикольно, да, то, что по жизни мне нравились всегда эксперименты. И когда я увидел, что происходит в современном танце, то там абсолютная свобода и нет границ. Танцевать брейк без музыки тоже можно, но, само собой, это как-то изначально культура в Соединенных Штатах зарождалась, что все элементы этой субкультуры были в одном месте. То есть там диджей пилил на пластинках. Ну это все вместе элементы хип-хопа. Вот, и вот это вот 2000-е годы, увидели мы брейк по телевизору и начали пробовать. И в принципе раньше не было каких-то танцевальных школ, мы могли делать какое-то движение, которое сегодня ребята могут научиться за одно занятие, мы могли делать его 2-3 месяца. И не понимать, как его делать, и придет какой-нибудь модный там олдскульчик, Уфы такой там, знаешь, ты делаешь неправильно. И он мог прийти через 2 месяца и сказать, опять неправильно. И он не мог тебе, возможно, показать даже. И ты сидел, что-то пробовал, смотрел клипы Бомфанк Эмсис, и вот как-то так все это было. Было максимально это весело, естественно, задорно, по-детскому, по-подростковому. Я могу смело заявить и сказать, что брейк и культура хип-хоп увела меня с улиц, именно с непонятными, да, на улиц, с улиц, на улиц только по-другому. Вот, я рад, что начал много танцевать, много ездить, общаться, коммуницировать. И в принципе нельзя сказать, что это максимально какой-то там здоровый образ жизни, потому что во всех субкультурах ты можешь заниматься чем угодно по жизни. Вот, но это отличная альтернатива для подростка, которую я нашел. Хип-хоп 90-х, который активно развивается, полезная, как выяснилось, передача до 16 и старше. И Артур именно оттачивает движение, и это идет как бы параллельно какому-то внутреннему порыву. Ну, то есть дети же иногда танцуют, мне кажется, не пытаясь отработать движение. Ну, их прет просто, и они там что-то делают. Ты себе устраиваешь дискотеку один в комнате или с другом. Но это еще до, я думаю, брейкинга и передачи до 16 и старше. Для этого сказала, что музыка, музыкальная теория классическая, может быть, до этого танец появился, может быть, после. Расскажи, пожалуйста. Я, собственно, поймала сейчас Артура вот к вопросу о там уличной танцевальной культуре или сценическая, авторская хореография, да, какие-то вот у нас есть вообще потрясающие же хореографы. Мы родились и развились, и собрались, и пересобрались, там, не знаю, Пина Бауш, Иржи Киллиан. Это уже такие мастодонты. А я вот, когда кручу ленту Инстаграма, периодически на Артура попадаю, он там выкладывает, ну, то, что он сам иногда в зале остается, и его, видимо, прет красный цвет, красный. Вот. А я как бы так без звука слушаю, я каждый раз не понимаю, ну, мама дорогая, вот же, вот же, это же контемпорари, вот она, современная концептуальная хореография. Вот хоть сейчас бери и делай из этого спектакль какой-то вообще взрывной. Мы с тобой об этом говорим три года уже, да? Она говорит, бери и делай, но не делай. Музыка, музыка, ну, хореография как бы современно занималась, в своих ногах, и там вот была такая Наталья Соколова, сейчас она в Канаде, въехала из Уфы, очень интересная, в общем, специалист, танцор, хореограф, постановщик, и мы делали работу, называлась эта работа «Коммунальный квартет». под очень интересную музыку, и я помню, как мы поехали на один из первых фестивалей, это же еще не сразу начиналось после падения железного занавеса, да? На первый фестиваль современной хореографии в Екатеринбург. Мы приехали, огромная сцена, вот это наша работа. Я одна остаюсь на табуретке, где-то вот здесь, и я жду, когда медленно и спокойно должен уйти свет. Я сижу, и уже 15 секунд, и уже 45 секунд, и я понимаю, что там светорежиссер, видимо, вышел на улицу подышать или что-то, и свет не уходит. Ну, это мой первый опыт, и я поднимаюсь, выпрямляюсь на табуретке, говорю, ну, как-то так. Такие аплодисменты. Вот я помню вот это. Лаконично получилось. Да, получилось лаконично, да. Как вы считаете, вот в то время, ну, хотя мы про разное время говорим, но, допустим, представим во времена, когда Артур Фунателло до 16 и старше, они этим занимались на улице. Вообще были ли какие-то возможности, там, 20 лет назад, и какие были для детей, подростков, заинтересованных танцем? Ну, то есть в плане преподавания и так далее. Потому что все всегда... Еще раньше, там, в конце СССР, и, в принципе, в СССР, я, насколько понимаю, делились в основном на бальников и народников, кто хотел танцевать. То есть какие вот были возможности, ну, грубо говоря, после развала СССР, вот если мы не берем последние, там, лет 20, нулевые, десятые, двадцатые? Во-первых, появились первые мастер-классы, когда... Ну, это, правда, все Москва, Питер, да, когда приезжали из Европы, педагоги из Штатов, и приезжали очень интересные, интересные, как бы, представители. Я помню, сама попала к Трише Браун, например, от известных хореографов, с очень интересной техникой. Вот я помню, какой она тренинг давала, да? А как к ним можно было попасть? Это какие-то открытые занятия были? Или ты покупаешь билет, как на мастер-классе? Покупаешь билет, платишь за обучение. Звонили им? Ну, вот я могу, например, по поводу Уфы сказать, что есть у нас уникальный человек в Уфе, это Михаил Иванович Сапченко. Его знает вся Уфа. Это такой усатый, как Иркюль Пуаро, и хвостатый хореограф, который, в общем-то, создавал вокруг себя такую неформальную, как бы, историю из людей. Вот, ну, в нее входил там Андрей Яновский, я туда входила, Сергей Андрианов, Наталья Соколова, потом Саша Родионов. И он, как представитель, один из последних представителей уфимского андеграунда, понимаете? То есть каким-то образом у него еще на видеокассетах собирался какой-то материал. То есть я многие спектакли первый раз посмотрела на него. Мы у него прямо собирались, смотрели, обсуждали, ругались и так далее. И, соответственно, вдохновленные потом шли и пробовали. Коллективов, которые один из первых стал вообще разминать эту тему, контемпа, концептуального танца, это, конечно, своими ногами у Сережи Андрианова. И вот, собственно, таким образом. Но очень хороший, кстати говоря, момент по поводу того, а вот дети, подростки, вот как в эту культуру нырнуть и так далее. А вопрос техники, он стоит серьезно, и стоит серьезно он и сейчас. Потому что любое человеческое тело, организм, то есть к нему нужно найти ключ, определенное обращение. И никто не отменял наличие школы и техники. То есть если у тебя без технических навыков, надо понимать, что эти танцевальные стили, они в каком-то смысле пришли к нам. Обидно, да, обидно, что 70 лет занавеса и 70 лет соцреализма в культуре и искусстве, от которого все устали, и художники, и хореографы, и так далее. То есть те, кто разрабатывал современную хореографию на академической сцене, например, Леонид Якобсон, ленинградский хореограф, он потрясающие вещи делал. Ну, его, соответственно, и то в Казань ссылали, то запрещали ставить постановки больше одной в год, а он был очень плодовитый, очень странный, в общем, какие-то методы общения возникали. Понятно, что вот эта техника современного танца, она к нам пришла. И, на мой взгляд, мы до сих пор ее, ну, как бы осваиваем. Все лучше и лучше, конечно. Вот если мы говорим о концептуальном танце, о contemporary dance, ведь на самом деле это некая сочинительская природа, то есть это способность создать придуманную историю. То есть можно идти литературным путем, взять, я не знаю, войну и мир и ставить в современный хореограф, пожалуйста. В нашей истории именно сочинение и лексики, причем желательно, что она должна быть не похожа ни на что и ни на кого. Вот это какая-то прямо установка. Рождение истории из этого. То есть если мы идем на классический балет, по большому счету, Иванов хореограф или Петипа, по большому счету, мы не распознаем, мы идем на название. Когда мы идем смотреть современный спектакль, мы идем всегда на имя хореографа, на Акрам Хана, на Пеннабаунш, на Форсайта и так далее. И мы идем, и мы как бы проникаемся в его телесно-физическое, вот какой он, он какой, вот он такой или он какой-то объемный, и так далее. И что он хочет этим сказать? Артур, когда тебя это увлекло именно как культура, вообще я рассматривал какие-то возможности, там может мне пойти реально кому-то позаниматься, ну просто, чтобы как бы физически мне там было, я не знаю, проще делать какие-то движения, еще что-то. Или это все исключительно самоизучение изначально, и потом уже, ну как бы, потом уже появилась возможность более профессионально этим заниматься, потому что ты уже там общаешься с какими-то людьми, которые в этом что-то понимают. Ну мне отчасти нравится, то что у нас раньше все было как-то без преподавателей. Ну то есть мы максимально всему учились самостоятельно, то есть помню в синтоспирте был усатый мужчина один, усатый мужчина, если вы смотрите эту передачу, мы пришли на брейкданс первый раз, там было человек 50, и он такой, ребята, что-то хоп-хоп-хоп, повторяем, мы такие посмотрели-посмотрели, он говорит, на следующее занятие приносим оплату в размере такой-то, и мы такие, ну что-то как бы усатый мужчина при всем нашем уважении, мы вроде все это умеем делать, мы лучше будем сами пробовать. И вот, наверное, все это зародилось как элемент тусовки, но было, кстати, очень классное место в Сипаилово микрорайоне, это детский подростковый клуб «Салям». Вот это была такая концентрация тоже такой хип-хоп-тусовки, где собирались разные деятели, мы там учились. Но все это все равно было именно самостоятельно, и именно все развитие, которое у нас произошло, оно благодаря именно мероприятиям, на которые мы стали ездить. То есть, если мы находились у себя в городе, то это максимально неинтересно, это скучно, и ты просто доходишь до определенного уровня, и ты понимаешь, что концентрация движухи всей, она в других городах. И это началось сначала с республиканских городов, где брейк был тоже на мощном уровне, а потом Урал, и уже более крупные города, и потом уже с возрастом, когда есть возможность, ты можешь выезжать за границу. Потому что только через общение, коммуникации, и через танцевальный диалог мы могли понять, кто в кавычках «круче», кто не круче, кто опытней, у кого можно учиться, вдохновляться, и потом приезжать и работать у себя в зале. Что касается какой-то первой реализации именно как танцора или хореографа, какой она была для вас? Возникла случайно и неожиданно такая компания, которая стала называться «Инверсия». «Инверсия». И мы с этой «Инверсией», а там как получилось, что были в этой «Инверсии» актеры, студенты нашего института искусств. Вот с ними, а потом получилось, что появилась мастерская между танцем, там немножко другая история пошла. Мы стали работать со специально написанной музыкой к нашим эквилибрам. И вот как раз там-то мы и плотно стали работать с Магулей Мезиновой или Мэгги. Диджей есть такой в городе Уфе. И она же профессиональный композитор. И, собственно, музыку к башне написала Магуля. И то есть именно в сочетании с музыкой получилась какая-то своя форма, да, законченная? Да, то есть когда вот как раз-таки концепция складывалась и в музыке, и в том, что на площадке происходит. Артур, в твоем случае что это? Какие-то победы на соревнованиях или когда ты сам, возможно, стал рупором танцев в Уфе, ты вот тогда почувствовал, что это для тебя реализация, как для деятелей этой культуры? Ну, не могу назвать себя каким-то там рупором, вот. Я могу назвать тебя рупором. Спасибо. Ты ведешь программу «Танцуй всю мою осознанную жизнь». Трубой. Вот, кстати, вот благодаря тому, что сейчас напомнил, наверное, какое-то ощущение пользы, ощущение свободы, благодарности, я, наверное, ощутил, когда я устроился на городской телеканал ЮТВ, и меня, ну, взяли трудиться, потому что здесь, на самом деле, ну, вот я говорю без каких-то прикрас, дают творить, создавать, вдохновлять и просвещать, как когда-то меня вдохновили по федеральному телевидению. Я очень надеюсь, то, что, возможно, либо мы начнем вещать так, чтобы у нас смотрело еще больше, хотя, опять же, есть для этого возможности в интернете вдохновлять людей. Вот, наверное, один из моментов это вот передачи «Танцуй». Я очень сильно благодарен. И другой момент, наверное, это когда у нас образовалось сообщество, команда «Ноусенскрю» — это команда разных городов из Оренбурга, из Самары. Вот, когда мы собирались, вместе и собираемся. Сейчас намного реже у многих семьи, у кого-то своя там деятельность. Но вот определенные толчки, наверное, могу выделить такие, да. А скажи, пожалуйста, работа в театре именно с театральной формой, то есть, например, опера «Орлянская дева», где ты была хореографом-постановщиком, насколько для тебя отличается или это, в принципе, ну, неважно, для какого конечного результата творческого делать, это все равно для тебя своя творческая задача? Вот конкретно театр отличается чем? Ну, «Орлянская дева», вообще опера непростая, ее ставят в российских театрах, но не так часто, да, это такое полотно, мама дорогая, еще пропущенное через гений Чайковского, вот, но первое ощущение, значит, я прихожу на репетицию, полна, так сказать, вдохновения, все изучила, все там, с партитуры сидела, и я прихожу, и передо мной 70 человек хора, понимаете, вот, то есть, там было интересно, что, что работа моя поделилась на создание непосредственно с профессиональными танцорами, артистами балета и контемпуристами движенческих историй, ну, как сказать, танцевальных таких более, да, а другая задача была интересна организовать вот эту огромную массу, например, сцену сожжения, извините, орлеянской девы, да, вот, а как, а как они, а что они делают, как они реагируют, там, орлеянская дева горит, и это, это огромная толпа, они еще и стоют, абсолютно, какой статичным, они еще, это еще должно быть неделанным, как бы не специальным, это, это вот какое-то такое месиво должно получиться, но месиво, оно просто так не делается, это все организовывается, и тут, конечно же, когда ты работаешь в опере или в драматическом спектакле, вот мы с Артуром, эх, в драматическом спектакле поработали, конечно же, ты стараешься услышать режиссера, да, если орлеянская дева в нашем оперном театре, это, конечно же, Филипп Розенков, как бы с одной стороны ты должна услышать режиссера, с другой стороны ты предлагаешь, потому что ты другой человек, у тебя все равно другой глаз, у тебя другой взгляд, ты один из всех, но и ты сам по себе, со своим видением, ради этого тебя и позвали, чтобы ты что-то привнес. Это 10 дней, да, это 7 дней, может быть, да, это может быть 2 недели, но ты за это время, ты должен это так переварить и сделать настолько убедительным, убедительным и абсолютно точным, ты не должен врать, ни в коем случае, да, ты должен идти, мы делали с Суром Казакбаевым, с которым вот, и с Артур тоже работал, буквально в сентябре выпустили в городе Мензелинск, Татарстан, мы выпустили ребята на татарском языке, мы выпустили «Преступление и наказание» Достоевского, и я считаю, что если бы этот спектакль приехал в Уфу, его надо прямо бежать смотреть, там, не знаю, подросткам, взрослым, детям, если бы вы знали, как решена сцена убийства старухи-проценщицы, вот честное слово, это вот, ну никогда бы до такого вот не додумались, правда. В спектакль введены два ребенка, условно, маленький Родион и маленькая Соня, и убийство старухи-проценщицы мальчишку одевают, по ходу действует, все так ненавязчиво, вот в эти вот пуховые платки, ну вот так вот завязывают, оно как пуховое пальто, пуховое получается, очки, какой-то парик, и получается калоши огромные, и получается вот такая маленькая старушка, представляете? Представляете? При этом мы-то как зрители уже видели этого мальчика, и шарик, внутри воздушного шарика ну как бы такая краска, она как, ну немножко кровавая, и вот этот Родион вдруг начинает у этого мальчишки, старушки, отбирать этот шарик, отбирает, лопает его, да, он как бы убийствует, но очень неожиданно, ну и неожиданно, и немножко неуютно стало, да, а ведь театр это провокация, господа, естественно, это не так, что ты пришел, не, ну можно, конечно, ходить там на добрые спектакли 3 плюс или 0 плюс, но вообще в целом, естественно, он должен вызывать эмоции тяжелые в том числе, ну вот ты так жутко рассказала, но сценически это воспринимается все очень, ну просто ты настолько сопереживать начинаешь, ребята, вот я рассказываю, у меня мурашки, хотя форма другая, а с Артуром мы сходили в театр, поработали на похищение девушки, это благодаря, на самом деле, в театре Нур, да? Нет, а в Башкирский драматический театр имени Мажута Гафури, это, кстати говоря, спектакль делался к 100-летию этого театра, да, и, ну опять, спектакль на башкирском языке, похищение девушек, простая бытовая история, да, и нам вдруг предлагают это стилизовать в буги-вуги, подстиляги что-то, подстиляги, подстиляги, а потом благодаря Артуру мы добавили туда, получается, ну как бы уличную вот эту культуру, да? Там получается смесь такая, в принципе, получилась, да? Да, и стиль, и... Такой ризотто получилось, да, в общем... Яркая. Ну, так вот. Мне, на самом деле, я Ольге очень сильно благодарен, потому что для меня это был первый опыт потрудиться в театре, и, в принципе, я-то думал, когда я туда приду, там будут люди, которые очень хорошо умеют танцевать, а по факту это отличные актеры, но которым действительно очень сложно давалась пластика, но ребята старались, и это было очень непросто, но очень суперский опыт, поэтому спасибо Ольге Ильсуру за приглашение. Поэтому драматический театр, оперный театр для хореографов, это, конечно же, экстрим, потому что вот этот момент, что люди невероятно талантливые, очень оригинальные, необычные, но тем не менее им нужно помочь движенчески, безусловно. Артур, я считаю, что у тебя... Ну, ты описал уже в целом какие-то яркие моменты глобальные, то есть не один момент, а момент на несколько лет, но так или иначе, для тебя все равно переломный момент это создание своей школы «Танцуй, не комплексуй». Как ты к нему пришел и как давно? На самом деле, тоже с одной стороны все просто, то, что раньше у нас особо не было возможности быстро, эффективно чему-то научиться. Вот я на самом деле всегда удивляюсь, то, что когда мы разговаривали о современном танце, то, что у нас в городе, да и вообще в принципе, ну, если говорить про город и республику, что уровень брейка и вот там под стилей других, ну, под стилей хип-хопа, он очень высокий и, ну, дети прям на колоссально мощном уровне мировом танцуют. К сожалению, в современном танце, вот я не знаю, но вот такого у нас, у нас многие уехали из города, к сожалению, и очень мало исполнительной осталось. И вот такие люди, как ты, и вот кого-то, говорил как гуру, да? Понимаешь, у нас есть школа, вот я вот считаю, что Сережа Андрианов, он, конечно, я не знаю, за всех за нас работает, мне кажется, и за спецназ. То есть то, что он вот эту свою школу держит, мы знаем, как все равно этот колоссальный труд, да, и это, он их вывозит с Петербурга на фестиваль, например, да, и делает и концерты, и так далее. Ты правильно сказал, что вопрос исполнителей профессиональных, и даже, когда они у нас были, сейчас, я уверена, есть, да, вопрос в том, что у нас нет муниципального коллектива современного танца, например, как в городе Челябинске театр современного танца Ольги Поны, пожалуйста, да, или провинциальные танцы Татьяны Богановой в Екатеринбурге, да, и тот же эксцентрик балет Смирнова в том же Екатеринбурге, то есть, да, может быть, не так много, но тем не менее, город, какие-то субсидии, какие-то, какая-то подъемные средства какие-то выделяются. Оля, я извиняюсь, перевью, или, Серега, извини, что я тему ушел, я сейчас продолжу, так может быть, просто современный танец, он не для детей? Может быть, то, что, ну, мне кажется, что люди, которые, наверное, вот уже до этого доходят, они должны как-то, ну, повзрослеть для себя. То есть, они через какой-то стиль приходят к современному танцу. брейк, грубо говоря, у нас изначально эта культура была детьми заложена. Ты вот, ну, как говорится, ну, мудрый человек. Я к чему? Дело в том, что действительно, вот что интересно, да, вообще сейчас мир, он, как у Жака Дериды, да, распадается на фрагменты, деконструкция, на мой взгляд, да, то есть, и получается, все границы становятся прозрачными. И вот мы говорим, вот опять, контемпори-дэнс, этот контемпори-дэнс, извините, он из хип-хопа дергает, и из балета дергает, и так далее. Я, еще раз, значит, разрушение, казалось бы, границ, да, потом автоматизация, автономность, да, каждый человек сам себе художник, мы все с плазменными экранами и так далее, да, то есть, такие какие-то процессы происходят, которые, ну, мы как бы пытаемся осмыслить, с другой стороны, мы постоянно сами себе навязываем какие-то границы. Вот современный танец, опять, получается, мало того, что там, танцевать мы можем где угодно, музыка любая, лексика и танцевальная любая, да, но самое главное, в современном танце нет понятия возраста. Вот, например, берем наш балет, любимый и великий, да, меня извините, пожалуйста, в 40 лет танцовщица уже пенсионерка, потому что там невероятный, это колоссальный труд, невероятный износ суставов и так далее, и так далее, и так далее, да, вот, а в современном танце, наоборот, ценно, когда человек, вот он, ну, как бы взрослеет, он же напитывается жизненными соками, да, своим опытом, то есть мы видим, да, на лице, мы читаем человеческое лицо, мы читаем его жест, да, какой он, и я видела спектакль, не вспомню, как называется, это потрясающе просто, когда, в общем, такие танцовщицы танцуют, там, и африканки, и так далее, техника сумасшедшая, все, и вдруг выходят две бабушки, такие две европейские бабушки, прям бабушки-бабушки, никакие там не фигуристы, ничего, а обычная бабушка, сейчас она вязать будет крючком, да, и что-то такое начинают, как оживилась сразу сцена, у меня вот, кстати, есть мечта, давняя, давняя, я даже договорилась с двумя пожилыми дамами, что, как бы, вот, как их в постановку, потому что, нет возрастных границ в современном танце, а почему? Потому что хореограф, а если он не идиот, он же не будет на пожилого человека, который никогда не танцевал, да, делать какую-то такую технику, которая его травмирует, правильно, Возраст одним словом, он тоже дает краску, вне балета, где в 40 лет это уже пенсионеры, он, да, действительно тоже может быть по-своему прекрасен, все-таки решаешь открыть свою школу, или из имеющихся учеников, как бы, уже создать пространство? получилось так, что просто раньше у нас не было условий таких, то есть, в принципе, я хотел создать место, где, само собой, будет комфортно, в первую очередь, и самому мне, и охота, конечно, честно, чтобы, когда мы взрослеем, то есть, мы не можем, так может быть, яростно, пылко, страстно, углубляться в эту культуру танца, охота была, чтобы дети получали доступные знания, и они тоже ощутили, вот ту искру счастья, радости, которую дала нам эта культура, то есть, охота была создать такое место, и так получилось, то, что рядом оказались близкие люди, друзья, команда преподавателей, с которыми комфортно, приятно, я им очень сильно благодарен, каждому, что каждый вложился на определенном этапе, и трудится, и очень радостно, то, что вот так получилось создать центр танцуй, не комплексуй, не знаю, это будет только чисто специализированный центр брейк-данс, как мы изначально хотели, может быть, уже из-за того, что охота самому, что-то новое, и больше, может быть, что-то еще будет добавляться, поэтому я не знаю, воспитываем подрастающие поколения, и мы не учим уже, движений по три месяца, которые мы могли научиться там за одну тренировку, вот. А детей сейчас увлекает брейк-данс современных? Кто-то, кстати, думает, что сейчас интерес к этому стал очень маленький, но на самом деле, не знаю, опять же, хорошо это или плохо, но в Париже на Олимпийских играх в 2024 году брейк будет представлен, как и серфинг, серфинг уже, кстати, вроде был скейтбординг, потому что Олимпиаде нужны новые персонажи, новые субкультуры, субкультуры, их Олимпиаду уже, ну почти никто не смотрит, и они понимают, что нужно привлекать молодежь, и это однозначно придаст определенный толчок, и когда люди увидят, наверное, брейк-данс в 2024 году на всех телеканалах, это будет очень сильная волна, но в первую очередь для меня это искусство, то есть это не спорт, вот, просто это новая площадка, благодаря которой будут новые возможности, а что из этого выльется, посмотрим, как будет все происходить. Что думаете про популярность и феномен передачи танца? Не могу свое мнение сказать, то, что я... Сколько лет она уже идет для начала? Она все, уже получается, седьмой сезон же у ней был, вот, уже вроде бы, да. Ну было, допустим, семь сезонов, то есть это уже ближе к десяти годам. Получилось пообщаться и с одним из создателей данного проекта, с Мигелем, очень глубокий, умный, образованный человек, у которого есть определенный опыт, и на самом деле, благодаря такому проекту, толчок в танцевальных стилях разных он пошел. Само собой, были, может быть, плюсы и минусы, но когда я там побывал, именно команда людей, которые снимают данный проект, это просто вау, это пять с плюсом. То есть это огромный цех, который уважительно относится к танцорам, но из-за того, что это шоу, часто все продумывают продюсеры и, к сожалению, очень много классных, талантливых, стильных, необычных танцоров их просто сливают на определенном этапе и берут людей, которые просто схватывают хореографию и играют по правилам данного проекта. То есть это шоу, вот, и проект этот себя изжил, они попытались сделать какой-то новый формат, но я не посмотрел ни одной серии, потому что... А в чем он там поменялся? Там они просто начали приглашать, предположим, Ольга танцует, предположим, сальса. Сальса. Вот она такая, пришла такая, хэ-хэй, сальса. С пастанетами. Такая, да, а я танцую, предположим, там что-то там, какое-то каля-баля свободное, там что-то другое, да, пусть это будет бачат, не, не бачат, а пусть что это будет? Это будет... Чечетка. Чечетка, да. Чечетка, да. Чечетка, да, делаем чечетку на сальса и мы такие станцевали, все такие, ребята, вы классные, а сейчас у вас батл в своем стиле. И Ольга меня пытается уничтожить сальсой страстной, а я башкирский, чечеткой, там, или что-то такое, да. И вот люди часто, которые оценивали, они опять же не были профессиональными танцорами, они просто были люди, которые... Ну и вообще, как это оценивать? То есть это уже совсем фьюжн. первые сезоны именно танцев на ТНТ, первые 3-4 сезона, мне были интересны. Потом, мне кажется, нужно что-то придумывать, потому что возможности, там тьма. Ну у тебя крутое было выступление. Спасибо, это благодаря... Очень многие отметили. Оно было необычным, в первую очередь, даже для тех, кто в Уфе знал тебя как танцора, в первую очередь, как одного из представителей брейкинга. Ты вообще другое показал. Респект, Сережа, Ярослава Францева, очень талантливый человек, который вдохновляет своим творчеством. Благодаря тебе, Ярик, получился такой номер. Вместе мы что-то придумали, но вообще заслуга твоя. Молодец. Стиль — это все. Это свежий взгляд на скучное и опасное. Стильное, но скучное. Лучше, чем опасное, но не стильное. Давайте поговорим про ваш общий проект «Перформанс Башня». Как появилась эта идея? Все началось с рефлексии, с того, что я впала в глубокое какое-то непонятное состояние, да, не пожалеете меня. И тут вдруг мне звонит Артур, мне звонит Юлия Карелина, которая стала в итоге менеджером проекта. Мы встретились в центре, с Юлей, с Олей, шли и вот… Нет-нет, мы ходили еще по Октябрьской революции, по старым домам, вот этим вот… Хотели перформанс какой-то придумать прямо внутри здания либо… Да, прямо в разваливающем… Да-да-да-да. То есть тему такой деревянной УФИ, то, что сносят же многие здания, поджигали там какие-то… То есть случаи были, что… Они есть. Да, сохранить все равно, да? Но УФА уникальна именно деревянная своя архитектура, вот все же как бы… Ну, когда к этому какому-то сначала вот это подумать, да, что-то? Да, и возникали какие-то идеи, как плавучие острова, вот, и тут Артур сказал такую мысль, что вот интересно было бы… Вот танцуют два человека, а приезжает строительная команда и строят вокруг них стену. Ну, то есть я это видел, да? Он вот это бросил и уехал. И понеслось. Я привлекла композитора, исполнитель. У нас девочка была Далина Алчинова, ее в городе знают, она сейчас в Петербурге танцует, живет, работает, участвует в различных проектах современной хореографии. Вот. И Рустем Имамов, которые он и режиссер, он и музыку, вот, например, кукольный театр. Да-да-да, такой швец-женец на Дуде и Грец. Стали думать по поводу площадки. И возникла вдруг идея с Ботаническим садом-институтом. Юлия Карелина вела переговоры. Мы смотрели, выбрали там определенное место. Захотелось увидеть двух людей, которые абсолютно не связаны никакими социальными кодами, которыми мы все и здесь сидящие, и за экраном тоже связаны. Мне захотелось увидеть двух существ, которые вообще не из этого выдуманного и придуманного мира. Абсолютно. Для которых, для этих существ, для них важнее движение воздуха, вот какая интенсивность зелёности в зелёном цвете растения, не знаю, да, как они физически ощущают себя в пространстве, вот перенос веса с ноги на ногу в конце концов, да, и вот этим двум пришельцам, грубо говоря, да, в кавычках, мы... Я правильно понял, что они пришельцы по сюжету? Но там получается так, что они двое из мира, как бы такой инвариант людей, скажем так, да, но у них очень интересные правила игры. Они рождаются сразу старыми, никогда не болеют, очень актуально, и никогда не умирают. Это актуально для человечества всегда. Но для них и важны нечеловеческие истории, для них важны больше сенсорные вот такие моменты, как бы, что ли. Вот, и мы им дали много-много кубов, там свыше 100, да, 150 кубов разных размеров, соответственно, которым можно выстраивать самые разные структуры и по-разному к этому относиться. В какой-то момент они вставали на эти, ну, как бы, такие кирпичи, да, и ходили на них, как на катурных в японском театре, например, да, или, допустим, строили ограничивающую пространство башню, да, ее разбивали потом, или стену. Если, да, фабула понятна, и чего, ну, то есть, они должны, это был процесс, или они достигали какого-то результата по ходу этих действий? В такой системе не может быть понятия результата. Ну, то есть, это фиксация их способа существования в этих обстоятельствах? Это просто мы заглянули, то есть, нам вырезали окно, и мы просто это имели возможность увидеть, да. Как работалось вместе, и твое участие, помимо вот стройки вокруг какого-то представления того или иного, как оно развилось? Ну, могу сказать так, что огромный труд, вот Ольга кого всех упомянула, вот в принципе вы его и проделали, потому что когда я был на Тавриде, это было очень смешно созваниваться, мы с Юлей и с Олей созванивались, и просто там был такой, какой-то поток идей, мыслей, это все всегда трансформируется, вот, поэтому работать было комфортно, были определенные трудности, но это абсолютно такие нормальные рабочие моменты, почему понравилось все, вот все, что я увидел, потому что это максимальная непредсказуемость, потому что когда мы зачем-то приходили порой иногда в зал, что-то делали, а потом, когда я увидел, что ребята показывали и делали, то это была максимальная импровизация, свобода, ну, то есть какой-то разрыв шаблонов, и вот ты, и там, и само собой все это было дольше, и там музыка может быть закончилась, все было в тишине какой-то, ну, то есть для многих людей, которые там были, вообще это, наверное, был какой-то такой, не то что шок, но они такие, типа... Дело в том, что вот на этом проекте есть такой тезис, что форма определяет содержание. Ну, обычно люди думают, что наоборот, на самом деле нет. Форма как раз ну, дала о себе знать, когда вот был сам показ Магули Мезинова, она написала музыку, и она была 28 минут, а сам показ у нас длился 45 минут. То есть форма, в данном случае это вот эти кирпичи, строительство вот этого пространства нового. Кстати, эти люди, у них нет понятия построить дом. Человек на чем вообще заточен, если посмотреть. Хотелось выйти из всех паттернов, понимаете, из понимания того, а какой дом должен быть. А дом вообще должен быть? Или мы можем так жить? Да? Получилось так, что вот эти 28 минут у нас отзвучали, а я понимаю, что по схеме они сильно сползли, потому что там, кроме этих решений, там были и комбинации танцевальные определенные, их тоже отработать надо, и работа в паре, и какие-то, ну, грубо говоря, фишки, работа с кубами. И я понимаю, что они, ну, как бы еще процесс идет. И я стою рядом с импозитором, она за пультом, да, говорит, Магливочка, сейчас минуту, просто тишина. А ребята, они как бы понимают, что они продолжают работать. Мы просто так уже работали, они знают эту схему. Вот. И потом мы начинаем заводить, у нас были еще подготовлены треки с Магули, и она стала их заводить уже позже, да, и потом уже приходилось смотреть по тому, что ребята делают, в какую динамику, да, они входят. Мы уже, как бы, музыку меняли в связи с этим. И, соответственно, пришли к логическому такому общему финалу. Ну, то есть это тоже, опять, ситуация экстрима же, да, по сути. То есть ты во время показа, получается, ты во время показа, ну, еще делаешь работу. Это допустимо, это допустимо, да. Артур сказал, что некоторые зрители в шоке были, вот. Ну, вообще, это стало, на мой взгляд, одним из ярких, именно самобытных в Уфе прецедентов культурных. Это было интересно. Прийти на открытую площадку, где вот это, как будто бы, мини-строительная площадка, и ты просто сидишь в Батайническом саду, смотришь. Какой был прием? Что вам запомнилось из обратной связи, из реакции? Вот интересно, да, когда, ну, для постановщика, мне кажется, в современной хореографии очень ценно, когда, ну, скажем, атрибуты, которые работают у тебя в спектакле, вдруг становятся очень интересны зрителям. мы же придумали такой момент, кирпич на стуле, и рядом аккуратно написанная бумажка «отнеси меня на сцену». Такая фраза. И было, во-первых, интересно наблюдать у людей же разные реакции. Кто-то смотрел, а остальные относят или нет. Кто-то начинал вообще со всех стульях относить. Кстати говоря, был кто-то, кто стал вообще жонглировать перед показом, да, да, а кто-то стал прямо выстраивать на сцене какие-то фигуры, формы, представляется. То есть, и это было здорово, то есть зритель включился еще до показа, он как бы включился. То есть это иммерсивный был элемент. И второй момент мне очень понравился, ты тоже вот обратил внимание, когда все закончилось, и люди подходят, мы обмениваемся мнениями, чего-то такое, говорит, и я понимаю, что за моей спиной прямо что-то такое выстроилось, и кто-то по этому выстроил, такой маленький бальчик такой лезет туда наверх. Как бы, ну, как бы мы его спустили, конечно же, да, потом какая-то девушка подошла, я говорю, дочь не могу забрать, она говорит, вот давай, вот давай, вот мы с этим будем играть. То есть дети освоили моментально эту площадку. Это же здорово, то есть получается вот этот показ, перформативный показ, да, он наследил и дальше как бы, и дальше наследил. То есть не только в рамках кулисы закрылись, досвидос, а как бы вот он стал расти дальше. Я правильно понимаю, что это в том числе была инициатива в рамках будущего Музея современного искусства ЗАМАН, который сейчас работает в формате посольства, ну, то есть как бы осваивает какие-то форматы. Марат Ахмедшин выступил продюсером, он как раз-таки меценат самого музея. То есть вы, получается, сотрудничали, это как один из способов привлечения внимания к будущему большому культурному пространству. Чистое искусство, оно не может существовать и возникнуть и развиваться без экономических вливаний. Так не бывает. Не может профессиональный танцор работать библиотекарем, а вечером выдавать гениальный спектакль. Меня простите, и когда у меня было глубочайшее потрясение этим летом, когда вдруг меня познакомили с Марат Ахмедшином, и я разговариваю с совершенно просвещенным, четко думающим, очень заинтересованным в каких-то процессах в искусстве человеком, понимаете? Потому что сидя вот на кухне у себя, на диване или в танцевальном зале, и придя там в гости к Артуру, мне ведь, извините, у меня нет следствия ни на эти кубы, ни на то, чтобы купить линолеум и постелить его, извините, не на траву, а на какие-то определенные конструкции, да, у меня исполнителя, я же не могу за спасибо с ними работать, это так не бывает, с нашим жанром, да, вот, контемпорари и каким-то концептуальным спектаклем, перформансом, дрейфом, еще какой-то перформанс-дрейф, это вообще, это кот в мешке, и я на самом начальном этапе сразу сказала, что я не знаю, вот получится или не получится, я не знаю, потому что оно вот сложится или не сложится, это история, когда под это предлагаются средства и говорят, что ребята, работайте, делайте, пробуйте, да, это дорогого стоит, это дорогого стоит, да. есть ли еще какие-то замыслы, да, для общих проектов или есть, может быть, у кого-то из вас сейчас какой-то текущий, про который хотелось бы рассказать или какой-то план? я думаю, а как бы я продолжила этот проект и, ну, вот какой-то еще серия, да, вот, и у меня, по крайней мере, на уровне названия точно возникло, и даже есть, как сценографию сделать, а название такое, жидкое время, а третья часть, эффект Кулешова, вот. Кто такой Кулешов? Я не знаю, кто это? Это, значит, эффект Кулешова, это, собственно, для кинематографистов, да, очень история известная, это когда разные кадры, они могут быть радикально разными, быть, кадры формируют то самое ощущение, которое хочет, ну, автор хочет, чтобы возник у зрителя, вот, эффект Кулешова. Ну, то есть это вообще в идеале триптих должен быть такой? Хотелось бы, да. Ну, это пока на уровне идеи, или это вполне себе можно сделать? И есть такой план сделать сейчас хотя бы вторую часть? Ну, жидкое время мне очень хочется сделать. Начиная с одной из первых тем, которые мы сегодня обсуждали, хочется подытожить, больше ли сейчас возможностей для тех, кто хочет заниматься танцами и какими-то уже устоявшимися стилями и там экспериментировать и делать что-то современное. Нет, если сравнивать, ну, с моим началом и сейчас однозначно сейчас больше возможностей, это точно. Само собой, мы не говорим о том, о качестве, да, и вот об уровне, если об этом говорить, то это нужно рыться максимально, там что-то там, копаться вот так, и вот как-то каким-то методом интуиции почувствовать, попробовать, понять. А вот Оля что скажет, не знаю. Ну, да, больше возможностей, да. Для Оля у меня другой вопрос. Ты много сегодня произносила интересных имен, названий, не все на слух быстро считываются, я там, я что-то где-то там в меру какой-то там не профессиональное, а просто там на смотренности понимал. Для тех, кого заинтересовал, безусловно, твой интересный рассказ, в принципе, экскурс в историю небольшой, который ты приводила, что бы ты порекомендовала увидеть из современной хореографии, ну, что возможно где-то есть в доступе? Мне очень нравится английский хореограф индийского происхождения Акрам Хан, да. Мне вот он очень нравится, мне очень нравится его спектакль Дэш. Это моноспектакль, он один, как говорится, в сорока лицах, да. Там потрясающая сценография и там потрясающая идея, то есть он человек, который очень хорошо чувствует вот свою культуру и вот эту связь с землей, грубо говоря, да, и он чувствует урбанистическую сторону мира, да, и вот он заставляет это видеть на фоне друг друга, в диалоге, в контрасте. Он это здорово делает, очень как-то органично и в то же время провокационно, как бы, да. Я могу на секунду от себя добавить, если вы изучите проект, расписание показов проекта Театра HD, которые в Уфе, в том числе, спектакли мировые показывают на большом экране, я вот лично видел в репертуаре, что там есть спектакль Акрама Хана, поэтому, если поискать, я думаю, что в течение года, один-два, вы сможете даже в кино посмотреть, поэтому имейте в виду. Я не беру сейчас название перечислить того, что я видел, но совершенно точно его спектакли я видел в репертуаре Театра HD, и они изредка, но бывают. Одна из интереснейших работ, которую, честно говоря, откопать бы, да показать, это «Лебединое озеро» Александра Пепеляева. И вот его спектакль о «Лебединое озеро», его интерпретация, понятно, что там никак это не связано с тем, что с балетной историей. На мой взгляд, это нужно посмотреть. Там очень интересно как бы все это через нашу историю, через наш менталитет, и что с нами происходило, и 70 лет назад, и так далее. То есть вот очень интересно. Еще интересный спектакль, на мой взгляд, даже не спектакль, цирковое представление, «Крокотук». Это, в общем, независимый цирк. Имеет отношение к «Челкунчику». Да. Независимый цирк. Была создана абсолютно самостоятельная инфраструктура, набраны артисты и постановщики. И там, по-моему, один из постановщиков чуть ли не «Могучий». И вы знаете, да, и это как бы новогоднее представление, да, на основе «Челкунчика». Андрей Могучий, который ставил «Три толстяка». Ставит. У него недавно только третья часть вышла, спустя много лет. Вы знаете, вот у меня был шок, когда... Они, кстати, приезжали в Уфу, у них был гастрольный тур. Сейчас этого театра не существует уже, который эту программу делал. Так вот, был шок, когда в какой-то момент на вот эту цирковую арену начинает выходить одна Машенька, ну, героиня в «Челкунчике». Вторая, абсолютно такая же. Третья, четвёртая, пятая. То есть разбилась на фракталы героиня, понимаете? Или когда там в чёрном пальто с огромными заячьими ушами в очках вот таких вот, как на мотоциклах ездят, да, и в огромных лыжах охотничьих через всю сцену идёт вереница вот таких зайцев. В общем, там очень много... Ну, то есть это под рамкой новогоднего представления, поп-представления, ну, то есть для максимально широкой аудитории. Я помню это на уровне рекламы, что это было определённое событие в Москве, и что они... Спасибо большое вам за содержательную беседу и о вашем творчестве по отдельности и совместном, и, в принципе, взгляде на... не только на современную хореографию, а в принципе, то есть и на преподавание, и на самовыражение. Я думаю, мы с вами за этот разговор достаточно много каких тем коснулись. Последний вопрос. Что вас делает счастливыми? Отвечает Артур Хабиров. А Оля думает пока. Мне кажется, однозначно, как я стал папой, вот, я люблю свою семью и какую-то энергию, вдохновение. Мне кажется, ну, ты понимаешь тоже и Ольга здесь согласится со мной. Меня делает счастлива моя семья, ребенок, дочка. Вот. И возможность заниматься тем, что мне нравится. И я благодарен танцу, то, что вот у меня так получилось, то, что все в жизни у меня вокруг танца кружится. Вот. Мне нравится, само собой, еще многие вещи, но я танцую, не комплексую, призываю это делать всех. Вот, поэтому я счастлив от этого. Спасибо. Оля? Ну, для меня, как бы момент абсолютно наступает, когда я вообще по натуре педагог, конечно, то есть мне, ну, как бы все, границ не существует, когда в мои руки попадаются люди, из которых я начинаю что-то лепить. Лепить в направлении какой-то новой работы, например. Вот для меня это абсолютно, мне ничего не надо, ничего не надо. Вот. Это первое. Второе, что делает меня счастливой, это жидкое время, ко времени можно по-разному относиться. И третье, конечно же, я очень люблю своего супруга, у меня сын хороший. вот. Вот. Спасибо большое за разговор. Субтитры создавал DimaTorzok